Вот этот вопрос знал Арабский, я бы сейчас стер и поставил бы там галочку. Арабский знал. Но первых два вопроса, которые более важны и актуальны, их-то нам не доказали, не обосновали. Чтобы их нам доказать, я спрашивал, есть ли у него хоть одна проповедь, которую он прочитал, где бы он разъяснял религию? Какие-то религиозные вопросы. Вот помимо призывов к насилию, к убийству, к уничтожению террористов и ваххабистов, у него было что-нибудь, может быть он разъяснял нам основы ислама, может быть он условия шахады где-то нам разъяснял. То есть жалобы людей на свое положение были восприняты не как жалобы граждан, на которые нужно обратить внимание и удовлетворить, а это было воспринято как фитна, то есть люди, которые специально пытаются посеять какой-то раздор. Причем здесь его дети, даже если это правда, то что вы говорите, даже если действительно они уехали, погибли, он вообще имеет право проживать на территории нашей республики? Если да, вы скажете, имеет, то имеет ли он право тогда пользоваться какими-то стандартными благами нашей земли? Или эти права тебе принадлежат только вам? Ассаляму алейкум. Тумсо, как-то ты сказал, что Ахмад Хадыров не слал арабского языка, иллюзионист показал ролики, где Ахмад говорит по-арабски. Ваалейкум ассалям. Да, кстати, я посмотрел ответ иллюзиониста на эти мои запросы. И мы чем вообще отличаемся от кадыровцев? Тем, что если нам что-то доказывают, мы это принимаем. Это и есть наше главное отличие от несправедливых людей. Что если тебе что-то доказали, как бы нам это неприятно не было, мы должны это принимать. Поэтому в этом вопросе он действительно нам показал, что Ахмад Кадыров изъяснялся на арабском языке. Многие стали делать какие-то свои замечания на эту тему, что там он грамматика, у него никакая плохо говорит. На самом деле здесь не это важно. Для меня было важно понять, вообще владел ли он арабским языком, то есть мог ли он с арабом изъясниться на арабском языке. Это для меня было важно. Я считаю, что этот пункт нам показали, и я его принимаю. И я более не утверждаю, что Ахмад Кадыров не знал арабского языка, и не требую этот момент нам больше обосновать. Единственное, я могу сказать, что объяснение иллюзиониста, что вот, мол, Путин знает немецкий, но у него там присутствуют переводчики, это очень слабый аргумент. Во-первых, мы не знаем, владеет ли в совершенстве Путина немецким языком, может ли он изъясняться, мы этого не знаем, во-первых. Во-вторых, на официальных встречах всегда присутствуют официальные переводчики у глав государств. А Зияд Сапсаби не является переводчиком, он вообще не переводчик. Поэтому, если бы на встрече Кадырова присутствовал бы действительно профессиональный переводчик, тогда бы у меня тоже, возможно, не было каких-то вопросов. Но то, что ему переводил Зияд Сапсаби, из-за этого возникали вопросы. Мне кажется, более грамотным доводом, с вашей стороны, был бы, и вы, в принципе, это и сказали, я его как бы принял, это то, что Ахмад Кадыров владел арабским, но там ведь были еще члены делегации, которые, возможно, не владели арабским языком. И для них, чтобы они понимали, о чем говорят, для них присутствовал переводчик. Вот это объяснение, на мой взгляд, оно исчерпывающее. Больше ничего добавлять не нужно. Не нужно приводить там Путина, каких-то других глав государств. Это все как бы легко опровергаемо. Вот это, на мой взгляд, аргумент. И то, что он говорил на арабском языке, мы это увидели, мы это приняли. Все, здесь вопрос исчерпан. Но на самом деле его владение арабским, это все-таки было не главное. Так как владеющий арабским языком человек не является ученым-богословом. То есть наша основная претензия и наш основной вопрос был в том, что он, если он является ученым-богословом исламским, как вы об этом заявляете, то я делал три запроса, вот если бы сзади меня сейчас висела бы доска, там было бы написано «Ахмад Кадыров ученый?» – вопрос. «Ахмад Кадыров богослов?» – вопрос. «Ахмад Кадыров знал арабский?» – вопрос. Вот этот вопрос знал арабский, я бы сейчас стер и поставил бы там галочку. Арабский знал. Но первых два вопроса, которые более важны и актуальны, их-то нам не доказали, не обосновали. Чтобы их нам доказать, я спрашивал, есть ли у него хоть одна проповедь, которую он прочитал, где бы он разъяснял религию? Какие-то религиозные вопросы. Вот помимо призывов к насилию, к убийству, к уничтожению террористов и ваххабистов, у него было что-нибудь, может быть, он разъяснял нам основы ислама, может быть, он условия шахады где-то нам разъяснял, может быть, он пять столпов ислама разъяснял, шесть столпов имана, столпы ихсана, может быть, он что-то в этом направлении делал, может быть, он какие-то вопросы тикта, исламского права разбирал, может быть, он какие-то семейные вопросы, бракосочетания, развода. Вот что-нибудь есть у него, какие-нибудь проповеди? Это был мой первый запрос. Второе. Есть ли у него какие-то научные труды? Оставил ли он после себя какие-то книги по шариатскому праву, может быть, по вероубеждению, по методологии, по мангаджу и так далее. Есть ли у него что-то подобное? Вот это были два основных вопроса. На них мы ответов не получили. Я надеюсь, что мы на них тоже получим ответы. Приведенные там какие-то рекомендации Ахмату Кадырову от каких-то там узбекских товарищей, но это вообще ни о чем. Я убежден, что эти же узбекские товарищи, они ровно такие же рекомендации давали и о исламе Каримове, которые у них были президентом. То есть это вообще не принимается. Нам все-таки нужно, чтобы вы показали его хоть один научный труд, который он после себя оставил, или хоть одну проповедь, которую он прочитал, не на тему насилия и уничтожения, кого бы то ни было. Так вот, я думаю, что либо вы это нам предъявите, так же, как вы показали нам знание арабского языка, либо вы, следуя нашему примеру, как мы сейчас отступили, арабский язык вы доказали, мы это приняли, либо вы точно так же последуете нашему примеру и скажете, да, действительно, ученым он не был. Вот тут мы тоже соглашаемся с вами. Он знал арабский язык, он так немного изучал религию, но ученым богословом его назвать нельзя, он по узнаниям не дотягивал. То есть, либо вы должны сделать это, последовав нашему примеру. Но я очень сомневаюсь, что вы вообще способны на то, чтобы признавать свои ошибки и принимать аргументы противоборствующей стороны. Вы за все эти 20 лет существования вашего режима в Чечне ни разу этого не сделали. Задумайтесь о людях. Сколько было различных обращений, критики от жителей нашей республики, и не только от жителей, в адрес этой российской власти в Чечне, в адрес Кадыбовцев, и ни разу еще не было так, чтобы эти люди, озвучившие какую-то критику, чтобы они оказались правы. Всегда права оказывалась власть, а эти люди, они либо засланные какими-то западными спецслужбами товарищей, либо умалишенные, либо просто недостойные, неуважаемые и так далее. То есть, все что угодно. Их подвергали жесткой дискредитации, причем на тему, которая вообще никак не была связана с вопросом вот этой критики. То есть, мы с вами помним, как, допустим, девушка пожаловалась Кадырову, что ей не выдают зарплату в департаменте культуры, получил Уэльсом. Ее привезли, привезли этих чиновников. И вместо того, чтобы разобрать эту тему, разобраться, почему ей не платят зарплату, Кадыров говорил, хочешь, я покажу фотографии, которые ты отсылала там своему, ну, какому-то молодому человеку, с которым она общалась, хочешь, вот я тебе, я покажу эту люди. Какое это отношение имело к зарплате, к их работе? Он просто ее дискредитировал, и она сразу отказалась, как бы дала заднюю, как говорится. Оказалось, что зарплату ей не выдавали, это нормально, ничего страшного, а через какое-то время ее выдадут. И вот как пример я хочу сейчас последнюю ситуацию привести. Это обращение жителей станицы Асиновская по поводу нехватки земель под пастбищем для их скота. Они обратились непосредственно к Кадырову и сделали это не в лизоблюдской форме, а с критикой, за что я им вот респектую отдельно. Вы достойные сыны нашего народа. Они обратились к нему с просьбой, что им не хватает земель под пастбища. И просили его обратить внимание и решить эту проблему, так как глава администрации их села эту проблему не решает. И вообще говорили они в такой немного претензионной такой форме, что, конечно же, очень не понравилось представителям Кадыровской власти. На это отреагировал, как обычно это делает, глава, спикер парламента Кадыровского Магомед Иудов. И Иудов, отвечая на эту претензию, сказал, что они жалуются, мол, что у них нет земель под пастбища, но это неправда. Им, говорит, выделены земли под пастбища. 190 гектаров назвал цифру Иудов. И незнающие, неразбирающиеся в этой теме люди могут подумать, вау, ну, там, походу, земли, значит, есть. Но проблема в том, что их нет. Дело в том, что 190 гектаров под пастбища это вообще ни о чем. Это отсутствие земли в том-то и проблема. В своем обращении эти люди говорят, у нас здесь, вот в нашем пастбищу, они показывают свое отдельное пастбище, у нас здесь, говорит, 200 голов крупнорогатого скота и 350 голов овец. А таких пастбищ у нас в селе четыре, говорят они. То же самое подтверждает и Иудов в своем ответе. Он говорит, у них там четыре, говорит, пастбища в селе. То есть, мы можем эту цифру смело умножать на четыре. И мы получим 800 голов крупнорогатого скота и 1400 голов овец. Я предлагаю вообще округлить, не считать даже овец. Давайте возьмем, просто прибавим еще 200 к этим коровам и скажем, что там тысячу голов крупнорогатого скота. Овец даже не будем брать во внимание. Иудов говорит, что у них, у жителей станицы Азеновска имеется 190 гектаров для выпаса этого стада, общего стада в количестве тысячу голов крупнорогатого скота. Какой норматив? Сколько гектаров нужно для одной коровы? Это несложно выяснить, достаточно было загуглить. 0,5 гектара нужно для одной коровы. 5 десятых. У них их тысяча. Путем вычисления умножения 0,5 на тысячу мы получаем 500 гектаров. То есть для того, чтобы они могли это свое стадо прокормить, им необходимо 500 гектаров земли под пастбище. А Иудов так громко заявляет, что им, мол, выдано 190 гектаров земли. Но это даже не половина того, что им нужно. Вот в чем дело. Вы вот бросаете вот эту пыль в глаза, неразбирающийся человек может подумать, действительно, там, наверное, они жалуются, а причин жалоб нет. Но она есть в том-то и проблема. Вы сами ведь подтверждаете. Вы дали им всего лишь 190 гектаров земли. Как они могут прокормить там тысячу голов крупноаргатого скота? Как им это сделать? У них нет другого выхода. Им придется либо избавляться от этого скота, либо нарушать закон, что тоже у них это не получается. И поэтому эти люди жалуются. Они говорят, люди вынуждены уезжают, продают свои дома, жить в селе становится невозможно, работы нет. Люди хотя бы с помощью своего скота пытаются прокормиться, но и эту возможность вы им не даете. Вот это вот пример того, как в очередной раз люди пожаловались на свое положение и оказались неправы. Что вы с ними сделали? Вы похитили этих стариков. Это были, кстати, старики, обратившиеся к Кадырову. Это были исключительно старики этого села, старейшины, уважаемые люди. Вы их похитили, и Иуда в своем обречении говорит, самый, говорит, зачинщик, главный зачинщик вот этой темы фитнач, он вообще, говорит, человек не из этого села. То есть, жалобы людей на свое положение были восприняты не как жалобы граждан, на которые нужно обратить внимание и удовлетворить, а это было воспринято как фитна, то есть, люди, которые специально пытаются посеять какой-то раздор. И вот Иуда говорит, зачинщиком этого является человек, который вообще не житель даже этого села, и ему, говорит, стоило бы позаботиться не о пастбище и о крупнорогатом скоте, а о своих детях. Его сын и его дочь уехали в Сирию и там погибли. Ему бы стоило вот о них позаботиться, а не об этом. Понимаете, он делает то же самое, что тогда сделал Кадыров в отношении этой девушки, пожаловавшейся на свою зарплату. Причем здесь его дети, даже если это правда, то, что вы говорите, даже если действительно они уехали и там погибли. Причем здесь вопрос пастбище, что теперь, он не имеет права на пастбище, он теперь не имеет права выпасывать этих своих коров, он вообще имеет право проживать на территории нашей республики? Если да, вы скажете, имеет, то имеет ли он право тогда пользоваться какими-то стандартными благами нашей земли? Или эти права тебе принадлежат только вам? Неужели нельзя было просто обратить внимание на их нужды, посмотреть, сказать, да, действительно, тут только 190 гектаров земли, а нужно им минимум 500? 500 это минимум, надо так, на самом деле, больше. И сказать, так, поручить товарищей, 190 есть, но этого мало, давайте, докиньте туда, сколько там надо, 310 гектаров, выделите им под пастбище. Вместо этого вы взяли, накидали на вентилятор, да, еще опорочили этих людей, выставили их нехорошими, и так происходит всегда, ни разу еще, вы не сможете привести ни одного примера, где люди критически, наши граждане, наши жители, наши республики, критически высказались в отношении вас, в отношении власти, и вы бы приняли эту критику, сказали бы, да, действительно, вот в этом вопросе мы, оказывается, проглядели, но бывает, мы тоже не можем все за всем углядеть, там ответственность возложили бы на главу района, там, и на главу администрации, наказали бы его, но вопросы людей бы решили, вы настолько недалекие, вы ведь тем самым, наоборот, себя бы как-то зарекомендовали, вы сделали бы этих людей довольными, может быть, они стали бы к вам относиться лучше, но у вас не хватает мозгов для того, чтобы так поступить, вместо этого вы, наоборот, еще больше людей злите, вы их еще больше от себя отворачиваете. В общем, по поводу арабского языка принято, остальные вопросы, как я вам сказал, я жду, либо вы все-таки обоснуете его ученую степень, либо вы, я надеюсь, признаете, и я надеюсь, вы вопрос со 190 гектарами проработаете, может быть, хоть кому-то дадите там заняться этой темой, хотя бы чуть-чуть к этим 500 гектарам приблизьте положение этих людей, либо скажите, что у них нет другого выбора, им придется выезжать из этой станицы, я не знаю, искать в других местах пропитание условия для своей жизни. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok